В городском округе продолжается проверка готовности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний к проведению аварийно-восстановительных работ в зимний период. Смотр техники и бригад оперативного реагирования в Люберецком водоканале провел Владимир Ружицкий. Он отличный пример того, как можно любить и знать свое дело. Водитель-оператор Николай Чепелев в Люберецком водоканале трудится уже 30 лет. Исключать неполадки в коммуникациях он готов и днем и ночью, однако, говорит мужчина, зимой условия работы особенные. Человек должен работать на своем месте, он должен знать эту работу. Тогда ему не страшно, как говорится, в любое место идти. Сейчас, во-первых, холодно уже на улице, да, то есть когда открываем колодец, там тепло, здесь холодно, там парит, там ничего не видать. То есть, ну, как бы немножко уже усложняется работа. Какие сотрудники, такое и предприятие. Люберецкий водоканал по праву считается одним из лучших в Подмосковье. Всего в организации работают почти пять сотен человек. Сформировано четыре аварийно-восстановительные бригады, работающие по графику сутки через строя. В нелегком труде профессионалам помогают 59 единиц современной спецтехники, которые приспособлены к зимним условиям. К сожалению, никто не застрахован от аварий. И аварии, к сожалению, бывают. И бывают, когда, скажем, летом, то это полбеды, а когда зимой, и минус 30, и более, и когда авария, то здесь вся техника должна быть. Это и экскаватор, и кран, и компрессор, и, конечно, квалифицированный сварщик. Все такие люди здесь имеются. Кроме того, генеральный директор Петр Лирник ознакомил главу округа с дополнительным оборудованием, которое используется для работы при проведении плановых ремонтов, а также в случае аварийных ситуаций. Надо сказать, что в холода всех членов восстановительных бригад оснащают теплой одеждой и специальными приспособлениями для создания комфортных условий работы. Естественно, зимой сложнее, потому что, сами понимаете, спецовка, телогрейки, плюс мороз еще. А когда, сами представляете, когда холодная вода прорывает, идет, как можно сказать, гейзер из земли, это нужно перекрыться, раскопаться, установить опалубку, стаховочные пояса, ремни, каски и все такое прочее. Ну, естественно, прохладно, холодно, но работаем, не жалуемся. Профессионализм сотрудников предприятия, а также оснащенность бригад техникой и всем необходимым оборудованием позволяют в кратчайшие сроки произвести ремонтно-восстановительные работы на любых объектах водоснабжения и водоотведения Люберец. Анна Троян, Дмитрий Родзенко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова